Добрый вечер. Сегодня в программе «Искусство жить» два гостя, которых я знаю с их юности. Потому что когда-то, впервые, на пятом канале я сначала услышала двух сестричек. Они пели в два голоса и мне сказали, послушайте, такие красивые девочки. Вскоре одна из сестричек стала звездой. И думаю, что в этом виноват человек, который взял над ней свое художественное руководство. Итак, нашу звезду зовут Марина Капура, а ее непосредственно художественного руководителя жизни зовут Юрий Берендюков. И я думаю, что они будут интересны вам во всем том, что мы услышим, узнаем и, думаю, получим удовольствие. Итак, в программе «Искусство жить» сначала, Мариночка, о вас. Я знала даже вашу маму, прелестную умницу, воспитывавшую вас какой-то очень чистой нотой в этой жизни. И вот эту чистую ноту вы пронесли через всю жизнь. Скажите, вот когда вы сегодня слушаете сегодняшнюю попсу, какое у вас ощущение? Ваше это или нет? Вот. Сейчас я чувствую, что мы действительно на наши пути разошлись, и вот сегодняшняя попса, она меня что-то как-то не вдохновляет. Поэтому я ее просто не слушаю. Выключаю, переключаю телевизор на другую программу. Юрий, а вот есть люди, которые вас сегодня интересуют на эстраде? Ну, вообще-то мы вот в течение нашей долгой уже довольной жизни, да, мы интересовались, прежде всего, мировой музыкой. Мировой музыкой. А в мировой музыке много достижений. Есть и классика мировой музыки. В общем, есть что послушать. Ну, и на нашей сцене есть отдельные, значит, оставшиеся в живых исполнители, которые, по-моему, высоко несут знамя культуры. Ну, кого вы на этом знамени видите, например? Ну, вот мы были на концерте вот Юрия Антонова, и хочу сказать, что получили хорошую... Инна Желанна. Удовольствие, он мастер, действительно, и прекрасный музыкант, и... То есть стиль свой он сохранил, и музыка качественная, очень хорошая. Да, есть еще исполнители, которых, может быть, не очень хорошо знает. Вот широкая аудитория, таких как Инна Желанная, например, да? Ну, все-таки ее афиша уже занимает место на улице. Да, серьезно занимается этнической музыкой. Вот появилась Пелагея, маленькая девочка такая, вот в этом направлении. Ну, может быть, кого-то мы сразу не вспомним. Маргулис, кстати, очень интересный. Нет, крепкие профессионалы есть. Исполнитель хороший, да. Особенно восьмидесятники, восьмидесятники я их называю. Это хорошие, крепкие музыканты. Вы помните клип «Замыкая круг»? Да. Вот там собрались вот эти восьмидесятники. Это крепкие, хорошие музыканты. Ну, тот, кто еще работает, они, по-моему, очень профессионально, очень качественно все делают. Ну, кто-то, к сожалению, не дожил, к сожалению. Юра, а вот откуда вышли вы? Вот ваше искусство жить и выживать. С чего оно началось? Как Юрий Блиндюков решил стать музыкантом? Ну, вообще-то я вот рос в совершенно не музыкальной семье. За исключением, что вот мама моя, она очень любила сама музицировать. Она любила петь романсы. Она впервые мне показала несколько аккордов на гитаре. Потом она даже сама научилась по самоучителю играть на фортепиано. А вообще, моим первым инструментом, как ни странно, была балалайка. К отцу приходил сослуживец, военный. А он из деревни. И он играл на балалайке. Совершенно потрясающе. Я мальчишка в этом, крошечном, маленьком. Мне было пять лет или там. Я когда услышал, увидел... А где вы жили в то время? В Ленинграде уже. Я себя помню. Я родился в Москве, а в Ленинграде мы жили уже... Через несколько лет мы переехали. Отец, отца направили в военно-медицинскую академию. И вот я заболел этой балалайкой. Начал сам учиться. Пока не встретился с музыкой Битлз. Вот тогда произошел переворот. Я просто услышал что-то такое. С одной стороны, безумно знакомое, что-то абсолютно новое. Я еще не понимал, что это такое. Ну вот, это, наверное, наше поколение все начинало с этого. Вот так, потихонечку. А я хочу сейчас, во-первых, попросить, чтобы завели телефон прямого эхира. Потому что для драйва аксору всегда нужно, чтобы был адреналинчик. 907-1-19-11. Мы очень ждем ваших звонков по телефону. С одной стороны, Марина Капура существует вместе с Юрием Берендуковым уже достаточно длительный срок на эстраде, в эфире. И даже недавно записывала, по-моему, гимн Олимпийским играм в Михайловском театре. А с другой стороны, Марина не из тех, кого показывают все время в субботние вечера. Мы все время видим одни и те же лица. Зашла в перерыве между программами и увидела. Ну, опять Басков. Ну, опять те же лица. Опять школа звезд. Я-то убеждена, что на фабрике звезд не делают. Звезды – это товар штучный. Попробуйте нам позвонить с вашими размышлениями о том, что такое личность и умение выживать на эстраде и в жизни. 971-19-11. А мы пока обратимся к первому сюжету нашей программы. Пожалуйста. Это песня по миссии. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Светлая лошадка В чистом поле скончен Может, добром дай Обо мне поклачет Бельное пространство 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 Бельное пространстве Бельное пространство Маменька, я уши все вместе, Маменька, мне много лет, Одного маменька, Маменька, мне много лет. Маменька, я уши все вместе, Маменька, мне много лет. Маменька, я уши все вместе, Маменька, мне много лет. Маменька, я уши все вместе, Маменька, мне много лет. Маменька, я уши все вместе, Маменька, мне много лет. Маменька, я уши все вместе, Маменька, я уши все вместе, Маменька, мне много лет. Маменька, Марина, а твои родители? У меня моя бабушка, Галина Сергеевна, она всю жизнь проработала на Чпыгина 6, на телевидении. Да, поэтому я ее и знала. Да, в технической части, но она очень много рассказывала иногда, ну, как она видела звезд того времени, 60-е годы, 70-е. Мне было всегда очень интересно слушать эти истории. Тогда еще вот Людмила Сенчина начинала тогда. А должна вам сказать, честно, во-первых, что у нас сейчас будет звонок, а во-вторых, ну, например, вот Людмилу Сенчину впервые я привела на телевидение. Я услышала ее в музыкальном училище и устроила некий кастинг. Кто у меня будет принимать участие в новогодней программе? Кто главная героиня? Эдита Пьеха, с которой я дружу всю жизнь, я которой сейчас написала книгу. Мария Леонидовна Пахоменко тогда, тоже восходящая. Или же Люда Сенчина. И вдруг победила Люда Сенчина. И стала у меня Золушкой в новогодней программе. Впервые именно у меня она спела, как и Илюшу Резника. А первая привела в эфир. Давайте послушаем звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса. Очень приятно. Сорвался звонок? Нет? Может, не слышно. Мы слышим. Пожалуйста, ваш вопрос. Я хочу сказать комплимент. Вопрос примерно такой, как удается... Такой певица может сохранять такое благородство и очаровательность в этом мире. Спасибо. Ну что, я дам обоим гостям ответить на этот вопрос. Сначала Юрий. Юра, что вы делаете для того, чтобы сохранить индивидуальность и облик Марины Капура? Ну, ничего я особенного не делаю, потому что, если человек талантлив, то индивидуальность у него уже есть. Потому что... Но она может стереться с годами. Вы понимаете, дело в том, что в нашей неконкурентной среде, вот, нашего, так сказать, шоу-бизнеса, на эстраду часто попадают случайные люди. Случайные. И потом у них может быть и потеря индивидуальная, все, что хотите. Потому что изначально они случайно туда попали не... Потому что это призвание или... А просто случайно так получилось. Назначили и так далее. Вот. Марина человек не случайно. Назначили быть звездой, да? Так, в основном назначает. Она не случайно человек. Она... Вот такое редкое совпадение, когда и талант, и реализовался вот в какой-то результат. Вот она стала звездой. Поэтому бороться за индивидуальность тут, в общем, и не надо. Она есть, она и была. Хотя, конечно, мы много лет вместе, мы тщательно отсеиваем музыку, да? У нас фильтр такой. Мы делаем вот что-то совершенно определенное. Вот в частности с нашим эстетическим воспитанием. А то, что у Марины еще в семье прививался вкус хороший, это же... Это делается в семье, на самом деле, изначально. Да. Потом ничего сделать нельзя. Правильно. Я позволю себе даже сказать одну притчу. У одного английского садовника спросили. Почему у вас такие красивые сады и ровные кустарники? Он сказал, ой, так просто. Каждое утро надо одинаковыми ножницами подрезать кусты ровно в 7 утра. И делать это ровно 400 лет. Я думаю, что если в семье есть традиция воспитывать нравственность, чистоту, вкус, то, наверное, это проявляется в разных вариантах. Марина Алиночка, как вы считаете, почему им удается сохранять обаяние и женственность? Спасибо, конечно, за такие комплименты. Наверное, зависит многое тоже, мне кажется, и от образа. Вот сегодня я в таком женственном образе. Но если бы я была бы в джинсовом, вот как я сегодня пришла же в джинсовом, ну, может быть, я бы тоже сохраняла женственность, но был такой немножко рок-н-ролльный вариант. Но ведь это не ваш жанр. А все равно иногда на меня одежда, она как-то вот влияет. Наверное, здесь вот есть актерское какое-то перевоплощение. А я позволю себе сказать, когда я пришла, я огорчилась. Марина была немножко вяленькая, такая какая-то грустная. Я срочно сказала, а ну-ка переоденься. И вдруг Марина вышла артистичная, красивая, цветная, радостная. Послушаем следующий звонок и ждем еще звонков. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как жить в стране теократии и автократии, где люди выкидывают с работы за мысли? За инакомыслие, да? Ну, как жить? Мы же давно живем в такой стране, в Советском Союзе за инакомыслие преследовали. Еще более, чем сейчас. Мы, музыканты, тоже сталкивались с этим, было очень сложно развиваться, потому что была идеология, была цензура. Правда, сейчас другая крайность наступила, когда даже непонятно что, и это тоже очень плохо. Поэтому, ну, давайте держаться как-то вместе. А, кстати, у музыкантов есть такое понятие андеграунд. То есть это английское слово, но это как бы человек уходит в подполье, да, что ли? Ну, вообще... Он не совпадает вот с мнением, так сказать, линии партии, да? Ему приходится быть немножко, так сказать, в оппозиции. Я бы сказала это так. Человек плывет в море. Море может быть в стиле, может быть беспокойным, а может быть бурным. И есть вопрос, выплывет он из этого или нет. Если люди выплывают и остаются и сегодня чистыми, талантливыми, делают свое дело, значит, вопрос в силе личности. А чем больше таких личностей, чем больше мы будем побеждать, в общем, то, что нам мешает. Еще один звонок. Луки пошли. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Добрый вечер. Я хочу сказать слова восхищения, так сказать, Марина Копора, я вами восхищаюсь. Спасибо вам за творчество. Я хочу задать такой вопрос. А вот ваше творчество, связанное с группой ABBA. И мне кажется, вот эта связь шведской музыки и российской музыки, мне кажется, это очень интересно. Ваше творчество мне очень нравится. Мне кажется, это надо продолжать, и эту связь в дальнейшем развивать. Мне кажется, это очень интересно. — Интересно. Спасибо. — Спасибо за звонок. — Да, вот позвонил уважаемый телезритель, и он даже не представляет, как он попал в десятку точно. Не только потому, что он об этом сказал, нам это приятно, потому что этот проект мы сделали тоже не случайно. Марина давно мечтала петь Аббу, не подражая ей, а как, знаете, как школа, да, как приобщение к очень высокой культуре. Потому что в стиле Абба, там ведь не только поп-музыка, там соединились удивительным образом и европейские стили, и ренессанс, и барокко, и классицизм. И все это замешано в таком таланте, что, вы помните, что творилось в 70-е, Россия влюбилась в Аббу. Но я к чему говорю, что мы сейчас пишем альбом, который возник под воздействием вот этого нашего предыдущего проекта Аббомания. Мы пишем альбом под названием «Скандинавия». Это уже наше прочтение, мы вот пишем сами музыку, тексты, уже кое-что записано, сейчас еще идут работы в студии. Это не подражание шведской, там, или исландской, или датской музыке, да, а это наше представление об Ислане. Вот так нам так кажется. А вот сейчас мы увидим, какой клип? А это, кстати, тоже, в общем, имеет некоторую связь. Значит, это 2000-й год, это клип «Небеса» и альбом «Небеса» вышел. А в этом альбоме, что удивительно, семь песен, которые поет Марина, подаренные тоже скандинавским автором. Клавдия Скотт, норвежская автор, композитор и поэтесса, подарила ей семь песен, они вошли в скелет альбома. Ну, а эта песня не ее, но все равно из этого. И слушаем, следующий звонок ждем. Пожалуйста. В одном углу моя тень, в другом задумалось солнце. Закрыта белая дверь, зато открыта алконце. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дарья DimaTorzok 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 Я хочу сказать о том, какое блестательное, невероятное впечатление для меня произвело исполнение Мариной Воробьиной Араторией Курюхиной. Это невероятно красиво. Если человек это слышал хоть о дына жизни, он запомнит это на всю оставшуюся жизнь и будет впечатлен этим, так и хочется сказать, по жизни. Если будет возможность, вы проведите это в этой программе. Вы можете что-то написать? Я хочу спросить, что вас связывает с творческом Курюхиной и как. Воробьиной Араторией. Спасибо. Звонок очень приятный. Вы сприспитекает, что это невозможно. Вы сприспитаете, что это с оркестром. Произведение на 40 минут. А кто написал это? Это, на мой взгляд, очень интересная работа Сергея Курюхина. Очень музыкальная работа. Он вообще такой авангардист страшный. Я его всегда очень люблю. Воробьиной Араторией, она удивительно музыкально сделана. И вот там, значит, 4 времени года, еще 2 части. Марина практически все записала с ним вместе. Причем на Воробьином языке, там нет текста. Они придумали Воробьиный язык. Очень смешно. Тут мы хотели перемирить человечество и природу. Поэтому вот я пела на языке птиц. Это замечательно. Это замечательно. Ну, очень приятно, что вот наши телезрители знают эту музыку, помнят ее. Альбомы ее успехов. Я прервала, что нам звонят такие, в общем, подготовленные к музыке зрители. Значит, канал смотрят очень достойные люди. Потому что это очень интересно, что они помнят ваши крупные работы. Что они ценят вас. Именно то, что вы противостоите пошлости банкуртов, которая всюду. Я жду еще звонков 971-1911. А дайте еще один сделаем эпизод. Ну, давайте, давайте. Красивая это очень съемка. Пожалуйста. На Славянском базаре. Следующий эпизод. А, нет, на другую что-то. Что же это? На Воле. Маленький остров Маленький остров Медленно тает там, Где скользят малы седые Ленники ветра Ветра скитаний Ветра столетий Снов и дыма К дыму прежних пепелищ Невозможно вновь возвратиться В сад, который мы сожгли Прилетят одни только птицы Маленький остров Маленький остров Память о прошлом Деткие брызги На ресницах Жадно хватают Глебные крошки Воспоминания и мысли Птицы Не вернешься никогда За гормой завесок Тумана Время правит Только дай Голубую даль Океана Время и волны Ветеры Чайки Маленький остров Не возвращайся К дыму прежних пепелищ Невозможно вновь Возвратиться В сад, который мы сожгли Прилетят одни только птицы Маленький остров На ночу прошу прощаний Подают звезды Тает в тумане маленький остров Не вернется никогда Улетевших снов запах прятый Время пройдет только вдаль Голубую вдаль океана Время плавит когда 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 Вот в программе «Искусство жить» я вижу клипы, в которых действительно после этого хочется жить. Это все как-то натурально, не искусственно. Натуральный голос, натуральная природа, натуральный остров, из которого сложилось какое-то сердце. Юра, расскажите вот об этом музыканте, который предложил вам это произведение. Ну, он нам лично не предлагал ничего, это обычное дело, когда нам что-то нравится, иногда мы делаем такую свою версию, кавер-версию. Майкл Олфилд, это известный английский музыкант, очень продвинутый, у него очень интересное направление, связанное со старинной музыкой, с музыкой эпохи Возрождения. Это слышно, если вот люди разбираются, они услышат там это все. И мы когда-то еще давно сделали этот кавер, но на русском языке. То есть, чтобы было... Александр Мазин написал текст, и мы тогда гастролировали много. Эта песня действительно была хитом. К сожалению, она не вышла на центральном телевидении. Ну, как-то вот так мы отдали ее туда, и должна была выйти в эфир, а потом сказали, что нет, не выйдет. Приезжайте забирать ваш ролик. Мы приехали забирать, нам отдали этот ролик. Это еще были аппаратура кадров, вы помните, широкая лента. И когда Шерстобитов нас попросил привести этот клип ему на телевидение, выяснилось, что это вообще там ничего уже не осталось. То есть, совсем другая пленка. И он как бы пропал. И у нас осталась ВХС-ная версия, вот мы ее восстановили. Я думаю, что очень хорошо, что вы восстановили. А я жду еще звонков 907-1-19-11, потому что то, что предлагают музыканты, действительно связано и с корнями музыки академической, классической, барочной, и с народным фольклорным пением, даже звукоизвлечения. Юрий Берендюков, он имеет образование и джазового училища, и, как мне кажется, влюблен в музыку прошлых веков. И влюбил в это и Марину. Мариночка, ну вам удается еще быть и мамой. Да. А чем занимается ваш сын? Он дизайнер. Дизайнер, занимается оформлением тоже, в том числе и наших дисков. Юра, на кого он по характеру ближе похож больше? По характеру, наверное, на меня. А вот внешне он похож больше на Марину. Да, он красивый юноша, я видела. Да, он такой, даже он, говорят, похож на Джона Леннона. Ну, кстати, очень любопытно, а у Марины есть детские фотографии, ну, она там с мамой, ну, вылитый Пол Маккартни, просто вот, как будто бы какая-то у меня рост. Не случайно, вы любите музыку Биттлса. Кстати, я хочу подчеркнуть, что в то время, когда у нас вокруг звучит много фанеры, вы сторонники живого пения, живой музыки. И сюда пришли, живой музыкой. Что вы сейчас... Ну да, да что хотите. А вот что вы хотите. Ну вот, что ты скажешь, что ты скажешь, что-то. Ой. Бусы. Знаете, есть красивая песня, как раз о нашем возрасте, вот, ну, как, о котором мы там достигли. Да, и вот звонил телезритель по поводу проекта Абба Май. Эта песня, она редко звучит, но она очень красивая. Ее Фрида поет, вот, ну, сейчас попробуем ее. Сначала звонок, пожалуйста. Называется она... Пожалуйста. Ну, давайте. Вадим звонит в Петербуржец. Хочу попросить их серую лошадку исполнить. А ну, только что сейчас она была в исполнении на видео. А вот в самом начале нашей программы, вот Ирина Евгеньевна как раз и поставила серую лошадку или маленькую. Она звучала в концертном исполнении. Значит, вы позже подключили. Да, немножко позже. И у нас уже другая песня сейчас. Пожалуйста. Абба. 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 Продолжение следует... 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 Но когда артист пришел к власти, больше никто не попадет на экран. Никогда. Я как-то ехала с Ириной Аллегровой в поездку, случайно оказалась рядом. И она рассказала, как она не захотела петь какие-то песни Игоря Круда. И выпала из эфира на несколько лет. Ну, пожалуйста, это что такое? Это самодержавие называется. Другая певица Мариинского театра что-то позволила себе не так сказать и поехать на гастроли. И с другим театром ее отлучили от эфира и от театра довольно надолго. К сожалению, когда даже яркая личность является самодержцем, то тогда она держит в узде тех, кто талантлив. Конечно. Вот она и не свобода получается. Я снова жду звонков. Кстати, о вопросах, что такое свобода и не свобода. В искусстве 971-19-11 очень ждем ваших звонков. Юрочка, а вы пока исполните еще композицию. Ну, что мы сыграем? Ну, что, как ты считаешь, что мы споем? Вот Ирина Евгеньевна говорит, что Марина, вот рок-н-ролл для нее это не... На самом деле рок-н-роллом мы не занимаемся. Мы занимаемся рок-музыкой. Она нас тоже очень сильно повлияла. И кантри-рок, и так далее. Может быть, споем из нового альбома? Давай споем из нового альбома. Да, такое веселое, что мы такие грустные сидим. Ну, на грустных вы не похожи. Да, нет, мы... Альбом Мэйс-то не хочешь сыграем? Давай Хельсинки сыграем? А что ты не хочешь, мы Эльбом Мэйс? Ну, это мы потом тоже можем сыграем. Вот мне нравится, что вы очевидно понимаете, что мы поем здесь не под фонограмму. Люди решают, что бить, что не бить. Тут пожалуйста. Это вот из альбома Скандинавия. А я жду звонков 9.7. Альбом англоязычный, потому что мы собираемся его издавать в Европе. О чем будет эта песня? А она вот о чем, что теперь между Петербургом и Хельсинки всего 3,5 часа. Это благодаря вот этому поезду. И поэтому мы ее сделали в стиле кантри. А вы знаете, что кантри немножко имитирует начайшийся поезд. Это американская традиция, которая... Ну, поехали. Поехали, поехали. Поселение. Поехали. Давай. Сейчас, секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Петербургом. Субтитры сделал DimaTorzok Петербургом. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Петербургом. Петербургом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы хотите нам задать вопрос какой-то? Во всех случаях... Я вам желаю удачи и где можно вас услышать? Сейчас я скажу. 24 апреля, Санкт-Петербург, клуб JFC, Шпалерная 33. Там будет джазовый фестиваль. Вот в рамках этого фестиваля у нас концерт у Марины. 24 апреля, приходите. Очень интересно. А теперь хочу спросить, как вам кажется, при этом засилье безвкусицы, которая существует в эфире и на эстраде, вы сегодня чувствуете себя потерянными и невостребованными или нет, Юр? Ну, Ирина Евгеньевна, вопрос ведь непростой. Я бы так, двояко ответил. Что, с одной стороны, не то что потерянными, мы ждем своего часа еще раз. Потому что один раз он пришел в конце 80-х, вот я говорю. И длился довольно долго. Лет пять. Лет пять. Это была вот эпоха перестройки. Теперь мы ждем как бы второго этапа и есть надежда, что он появится. А с другой стороны, мы же много работаем и как бы вот на европейский рынок. Вот Марина выступает сейчас, вот недавно была в Стокгольме с программой «Абомания». То есть там работа есть. А альбом, который мы сейчас готовим, вот там «Скандинавия», вот, то мы надеемся, что нам удастся найти издателя в Европе. И это будет наш первый опыт такой. То есть надо вообще шире смотреть. Мы же артисты мира. Правильно, умница. Почему мы должны вот заклиниться? Конечно. Ну, конечно, есть жанры, которые вот популярны только в нашей стране. Допустим, шансон. Больше нигде в мире этого нет. Ну, вот они здесь работают. А наш жанр предполагает довольно широкую географию. Ну что ж, во-первых, я предлагаю еще последний клип показать. У нас был еще последний клип, который, может быть, мы и завершим нашу программу. На всякий случай пожелаем нашему зрителю, чтобы у него был хороший вкус и чтобы они ждали хорошей музыки. А мы пожелаем, что, Мариночка, вы хотите пожелать? Пожелаем всем весеннего настроения, чтобы все предчувствовали весну и лето, которое впереди. И не было у всех витаминоза, который, наверное, в многих часах. Ну да, и я хочу еще надежды пожелать. Больше фруктов. Вот надежды. Надежды на лучшее. И эта надежда довольно-таки реальная. Давайте теперь дадим клип. Пожалуйста. Спасибо. И кому-то мне совсем не жаль, Что не смог ты мне присниться. Изумрудным дымом сигарет Все твои слова растают. Я давно купила свой билет, Выбор сделан, я другая. Я лечу над отражением слов, Ты зовешь, но я не слышу слов. Я другая, я другая, Я спасаюсь, я пою. Разлетаюсь, растворяюсь, Зажигаюсь, стигаю. Я другая, но я тебя люблю. Я сказала, это просто бред, Мы идем с тобой по кругу. Не сотрешь татуировки след, Мы не видим глаз друг друга. Ты летишь над отражением слов, Я зову, но ты не слышишь слов. Я другая, я другая, Я спасаюсь, я бою. Разлетаюсь, растворяюсь, Зажигаюсь и горю. Я другая, Но я тебя люблю. Моя. ПОЮТ Я другая, я другая, я спасаюсь, я бою, Возлетаюсь, растворяюсь, зажигаюсь и говорю, я другая. Я другая, я тебя люблю.